Привет, это специальное видео, в котором я пытаюсь показать отличия разных режимов и все костюмы, которые есть в игре. Я покажу не просто Heavy Mode и Light Mode, но и отличия между Original Mode и Range Mode. Мы начнем с Light Mode, Original Light Mode и выберем первый костюм. Когда мы выбираем Light Mode, в этой версии игры мы видим вот этот экран, на котором объясняется, что такое порох, что такое патроны, что такое лечебные предметы. Насколько мне известно, этот экран появляется исключительно в этом релизе игры, в Biohazard 3 2006. Может, я не прав, может он появляется в некоторых других версиях игры, но в международной Resident Evil 3 версии он точно не появляется, поэтому, возможно, он никогда не был локализирован. И, собственно, раз мы начали игру с огромным количеством патронов и, собственно, автоматом, то попытаемся убить всех противников. На самом деле, это абсолютно бессмысленное занятие, поскольку здесь везде невидимые стены, которые предотвращают... которые не дают Джилл зайти обратно в ее дом. Ну, мы можем пробовать, посмотреть, что это дает. Как можно заметить, ничего, и единственный способ отсюда уйти, это убежать и попасть в следующую заставку. Я решил подобрать музыку из игры на фон и использовать эти вступительные моменты из игры для того, чтобы показать основные отличия между костюмами и основные отличия между сложностями. Как мы видим прямо сейчас, открыв коробку, другим главным отличием Light Mode или Easy Mode является огромное количество вещей, которые нам дают с самого начала. Собственно, нам дают патроны для автомата, которые эксклюзивны и исключительно для Light Mode и Easy Mode в игре, и которые нигде нельзя найти в противном случае, и нам дают огромное количество оружия и патронов. Плюс к этому нам дают абсолютно бесконечные чернила, и поэтому сохраняться в этом режиме можно бесконечно. Теперь пойдем на улицу и встретим самых первых зомби, и посмотрим, сколько здоровья у зомби и сколько здоровья у Джилл в этом режиме. То, чтобы понять отличия между всеми режимами. Как можно заметить, я сделал небольшое описание, у Джилл в этом режиме 11... Джилл может выдержать 11 укусов зомби, тогда как зомби выдерживают до 4 выстрелов из пистолета. В самом деле, в отличие от укусов, определять количество выстрелов из пистолета намного сложнее, потому что пистолет порой может наносить критические выстрелы, и порой игра не защитывает некоторые выстрелы, порой наоборот считает их сильнее. Соответственно, этот элемент немного рандоматизирован. Но, как можно будет видеть здесь, здоровье Джилл всегда одинаково, сколько бы вы раз это ни пробовали. Оригинал Heavy Mode — это аналог Hard Mode. Но, что мы пытаемся определить, это является ли это аналогом Original, является ли Hard Mode из международной версии аналогом Original Mode или же Range Mode. И пока Джилл бегает в этом выходном диско-костюме, который является отсылкой к «Субботней лихорадке», известному диско-фильму с Джоном Траволтой, «Cerent Night Fever» — оригинальное название, можно заметить, что это действительно абсолютно те же вещи, которые можно найти в Hard Mode. то есть мы не начинаем с огромным количеством патронов. В ящичке лежит исключительно нож. Все так же, как и было, когда мы проходили игру первый раз, и все вроде точно так же, как когда мы проходим игру прямо сейчас второй раз. Давайте возьмем лечение, поскольку меня ранили во вступительной заставке, и на всякий случай я хочу привести здоровье Джилл в идеальное, перед проверкой. И из патрона, которые мы только что взяли из ящика, не появляются там никогда в «Easy» или «Light Mode». Тот ящик просто полностью пуст, и при попытке его открыть, Джилл заявляет об этом, что там ничего нет. Даже лампочка не горит. Как можно заметить, Джилл все еще может выдержать 11 укусов, но зомби уже выдерживают до 7 выстрелов. Собственно, укусами я считаю каждый раз, когда слышно звук кусания, и обычно идут брызги крови. Я не считаю, когда зомби просто хватают Джиллу. Перейдем к «Range Mode». «Range Mode», как некоторые люди могут подумать с самого начала, должен что-то менять больше, чем сложность, но на самом деле это не так. Мы начинаем с «Range Light Mode», и как и с «Original Light Mode», изначально появляется вот этот уникальный экран, который нигде больше не показывается. Джилл все также начинает с огромным количеством лечения и винтовкой, но как мы впоследствии увидим, тут есть некоторое отличие. И вот раз мы бегаем в каком-то интересном костюме полицейской леди. Я не знаю, возможно, это аналог какой-то регионального, или в какой-то стране, возможно, так и одеваются полицейские, но мне это неизвестно, если честно. Как и с «Original Light Mode», здесь у нас есть бесконечная возможность сохранения, бесконечные чернила, огромное количество оружия и огромное количество патронов. Поэтому пока что вроде как нет никаких заметных отличий. И в этом, собственно, и проблема некоторых... которая получается у некоторых людей, когда они видят надпись «Range Mode», поскольку по предыдущему опыту с играми серии «Rose and Till», они могут подумать, что это означает, что здесь будут переставлены какие-то предметы, или какие-то загадки будут работать иначе. Но на самом деле это не так. И как мы увидим прямо сейчас, что это означает на самом деле, это дополнительный уровень сложности. Как можно заметить, Джилл в этом режиме, в «Range Mode», выдерживает до 8 укусов, а не 11. Тогда как зомби все еще выдерживают в среднем около 4 выстрелов из пистолета. В данном случае мне повезло, и один зомби умел с 2 выстрелов. Но в среднем получается обычно 4. Ну и чтобы убедиться, что именно в этом является главное отличие между «Range» и «Original Mode», выберем следующий костюм и «Range Heavy Mode». И надо же, это же Реджина из «Dyne Crisis». Давайте в честь этого послушаем музыку из саундтрека игры. Для тех, кто не знает, очень знаком с серией «Dyne Crisis» — это другая игра от «Capcom», которая вышла, собственно, в один год с Resident Evil 3. Это тоже survival horror. И одной из главных особенностей, еще использующихся в рекламе, была в том, что ее создателем был Синджи Миками. Это человек, который отвечал за разработку первого Resident Evil и за разработку четвертого Resident Evil. Игру брендировали, правда, не как survival horror, а, если не ошибаюсь, panic horror. И главными противниками там были, как можно догадаться по названию, динозавры. Но это невероятно крутая игра, и я надеюсь, как-нибудь к ней тоже вернутся и может сделать о ней видео. И, собственно, этот костюм является практически полным раскином Джилл в главную героиню «Dyne Crisis» — Регину. Возвращаясь к игре, как можно заметить, у Джилл все еще только 8 укусов здоровья, тогда как у зомби, как и с Original Heavy Mode, до 7 выстрелов. Возможно, вы заметили то, что я помечал цветами разные режимы, и я это делал не просто с бухты и барахты, а это делал потому, что каждый режим имеет свой цвет, когда сохраняешь игру, для того, чтобы было легко определить, в каком режиме вы проходите игру при загрузке сейва. То есть это Arrange Heavy Mode, Original Heavy Mode, Original Light Mode и Arrange Light Mode. Перейдем к Resident Evil 3. Начнем с Easy Mode, и посмотрим, какому режиму из Biohazard он отвечает. И заодно мы можем увидеть костюм, который является эксклюзивным для ПК-версии. В ПК-версии есть два эксклюзивных костюма, которые появлялись только здесь и в Dreamcast-версии. Но именно этот костюм уникален исключительно для ПК-версии. В каком-то роде, по крайней мере. На самом деле, в Dreamcast-версии используется практически точно такой же костюм, который в свою очередь является в каком-то роде переделкой стандартного костюма Jill. Но с одним отличием. Если здесь можно заметить то, что основные цвета ее костюма это черный и синий, то в Dreamcast-версии используются основными цветами коричневый и синий. И синего больше. Как можно заметить, Easy Mode практически полностью отвечает Light Mode. У нас есть автомат, винтовка, у нас есть бесконечное сохранение, у нас есть патроны для винтовки, которые, как я и говорил, можно найти исключительно только в режиме Easy или Light Mode, и которые нигде никогда не появляются в других режимах игры и других сложностях. И, собственно, давайте посмотрим, что пишет об этом. Про чернилицу нет ничего нового, но зато описание патронов для автомата мы можем почитать только здесь. Теперь главным вопросом остается, к какому именно из режимов Light Mode, Original или Arrange соотносится Easy Mode в Resident Evil 3. Как можно заметить и как можно было догадаться, на самом деле Arrange Mode это тот режим, которому соответствует Resident Evil 3. Хитрость заключается в том, что Biohazard 3 является японской версией игры. И в изначальном японском релизе игры, до релиза, сложность была именно такая же, как и в Original Mode. Соответственно, для японцев это Original Mode, тогда как международная сложность является специальной сложностью, соответственно, Arrange Mode. Поэтому, если вы хотите проходить Biohazard 3 обновленную версию с той же сложностью, которая была в Resident Evil 3 международной версии, то вам стоит выбирать Arrange Mode. Именно поэтому я выбрал ее для второго прохождения. Несмотря на то, что с ней на самом деле проходить чуть сложнее, потому что Джилл меньше здоровья. Ну, собственно, для того, чтобы подтвердить то, что я говорю, посмотрим Hard Mode, которым мы проходили игру в прошлый раз. И заодно можно посмотреть последний костюм, который появляется только в Dreamcast и ПК-версии игры, которые нельзя найти и в других версиях игры. Что интересно, вообще, эти эксклюзивные костюмы для Dreamcast и ПК-версии являются менее сумасшедшими, так сказать, чем некоторые из бонусных костюмов в основной игре. Из-за чего ими даже как-то порой хочется пробовать играть. Я обычно играю исключительно с оригинальным костюмом, а порой использую тот костюм, который я сейчас использую для прохождения игры второй раз. Потому что это оригинальный костюм из первой части, соответственно, он кажется достаточно понятным для использования с Джилл. Тогда как остальные обычно выглядят немного несоответствующими. И не обращайте внимания на бесконечную винтовку, я ее объясню потом. Она не имеет ничего общего со сложностями на самом деле, как мы могли заметить в прошлый раз. И, собственно, как вы, наверное, уже заметили, я помечаю цветом сложность и в Resident Evil 3, потому что и в Resident Evil 3 для отдельных сложностей во время сохранений выбирается определенный цвет для определения. И у Hard Mode точно такой же цвет, как и у Original Heavy Mode в Biohazard 3, тогда как у Easy Mode уникальный синий цвет. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok